так ну что я в прямом эфире всем привет немножко раньше вышла в эфир чтобы проверить как у нас будет связь чтобы инстаграм немножко оповестил о том что я в эфире мы давно не виделись с моими другие дорогими моими подписчиками и сегодня буду не одна и сегодня буду с гостей дам шулечка привет у нас сегодня гость увлекательно всем девочки привет привет машке дай запрос я тебя уже буду присоединять и немножко будем начинать вот я напомню себе что меня зовут елена бойко вот кто я че я занимаюсь заходите в шапку профиля смотрите мы на это эфир занимать не будем и у нас сегодня увлекательная тема так маша девчонки кто в эфире ставьте лайкосики чтобы как можно больше людей у нас идет прямой эфир так маша я тебя подтверждаю как говорится подтверждаю привет привет да привет мы с машей в воскресенье запланировали серию прямых эфиров то есть каждую неделю у нас будет проходить по три эфира вот про каждое число сознания маша расскажет что это такое с чем это едят что такое число сознания потому что до меня тоже долго доходило что это такое как это применять в своей жизни и вчера у маши спрашиваю маш ну как же мне тебя представить на прямом эфире чтобы всем было понятно кто ты в общем это мой друг вот уже очень много лет мы с машей дружим на совместные проекты совместные бизнеса в общем чего высоко совместного не было маша у нас просто счастливый человек как она сама сказала мама бабушка жена со стажем и и самое интересное это вот очень интересно было для меня она коуч цифровой психологии привет ирочка привет коуч цифровой психологии и мастер науки сюцайт и про это конечно наша сама расскажет потому что потому что я немножко далека от этого я только пользуюсь машины услугами чтобы в этом разбираться потому что мне это очень помогает вот когда мы с тобой разобрали мой календарь личные года как правильно личный год да то есть в общем разобрали личный год мне очень прям это помогает на сегодняшний день но мы сегодня с интересной темой потому что то есть тут два коуча собрались да один коуч по концепции здоровья другой коуч по науке сюцай и как же мы это заколлаборировали что мы интересного хотим вам рассказать маш тебе слово расскажи что такое сюцай что такое уже коуч цифровой психологии и о чем мы сегодня поговорим всем добрый добрый день леночка тебя очень рада видеть ты сегодня просто невероятно хороша вообще ну просто красавица да сегодня ребят а удивительный день мистический день и каждый день имеет определенную энергию сегодня общий день 4 такой мистический день когда нужно начинать что-то новое какие-то новые проекты то есть и не случайно мы сегодня с леной начали этот проект выбрали и когда мы с тобой договаривались я посмотрела ты говоришь в среду я так думаю классно день вообще супер вот именно для начала чего-то нового соответственно для вас наши дорогие подписчики наши дорогие друзья этот день тоже будет интересен тем что вы сегодня получите необычную информацию не ту которую мы в принципе привыкли получать и этим прекрасен сегодняшний наш прямой эфир вот все что лена про меня сказала там вот эти все регалии там мастер науки сюца дипломированный цифровой коуч я всегда это все убираю сторону всегда говорю что я просто сейчас счастливый человек который может поделиться своим счастьем с вами наши дорогие подписчики и этим счастьем я стала делиться тогда когда я поняла и разобралась в своей внутренней составляющей то есть кто я что я а чем я наполнена какими энергиями я обладаю то есть каково мое предназначение то есть какова моя реализация и мне просто стало от этого очень хорошо понятно вообще для чего я пришла в этот мир и вот с с леной мы тоже разбирали эту тему цифровая психология науки сюцай это наука дисциплине ума и реализации души по сути это философия жизни это наша обычная жизнь каждый день наше взаимодействие с людьми здесь сейчас и когда мы знаем кто мы есть соответственно нам очень просто общаться со всеми остальными людьми которые нас окружают потому что у нас нет к ним претензий мы их не осуждаем мы не зацикливаемся на каких-то видах и нам короче нам кайфово становится от этого вот и сегодняшняя наша тема число сознания и причины наших заболеваний не пугайтесь этого страшного слова заболеваний мы сейчас это все распакуем с леной вот мы с леной очень давно уже являемся членами кораллового клуба это то место где люди становятся здоровыми и счастливыми и богатыми в прямом и переносном смысле слова я сделаю акцент на слове богатый потому что у нас богатство воспринимается как богатство материальное на самом деле богатство души оно способствует уже приходу материальных благ вот и число сознания число сознания оно заложено в нашей дате рождения вот ваш день рождения друзья именно день рождения является нашим числом сознания то есть это та программа ума которая всегда будет говорить я хочу чтобы было именно так и вот мы сегодня будем говорить о людях рожденных первого десятого девятнадцатого и двадцать восьмого числа это люди которые имеют число сознания 1 и мы распакуем сегодня каковы же причины тех или иных заболеваний и как можно сразу же вот на этом этапе предотвратить предостеречь а как это сказать предупрежден значит вооружен далее да 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 предупрежден значит во重要 и в пред why предупрежден значит вооружен да как мы с тобой знаем и про это всегда то есть и я всегда к этому склоняюmens у нас всего 12 причин заболеваний всего двенадцать то есть не надо думать не больше не И всегда на первом месте у нас стоит психология либо психосоматика. И вот в этом важно тоже разбираться. Для того, чтобы быть министром здравоохранения своей собственной семьи, это важно понимать для себя и для своего ближайшего окружения. И мы наши прямые эфиры сохраним на страничке. То есть у меня, у Маши этот прямой эфир будет. И вы даже можете делиться со своими друзьями этими прямыми эфирами, чтобы как можно больше людей понимали, откуда вообще корни всего, откуда всё происходит. Вот, поэтому сегодня вот Маша нам поведает, что же таится в этом числе сознания один. И на что нужно обратить внимание именно с точки зрения здоровья, психологии, психосоматики. Да, мы сейчас пойдём поэтапно. Мы распакуем вообще, кто такие единички, как мы называем, как мы мастера специально называем этих людей. Вот. А Лена со своей стороны уже, со стороны именно здоровья, психологии здоровья, даст инструменты, с помощью которых мы можем так или иначе уже поддерживать наше состояние, общее состояние. Потому что психоэмоциональное состояние — это не только состояние психики человека. То есть это всё равно физиология здесь тоже подключается. И ни для кого не секрет, я думаю, уже сейчас, то, что мы есть энергия. Мы состоим из систем, системы состоят из органов, органы состоят из тканей, тканей состоят из молекул, молекулы из атомов. И дальше идут субатомы. Так вот эти субатомы — это как раз и есть те частицы энергии, из которых мы состоим. Но каждый человек обладает своей яркой какой-то энергией. И в результате этого те или иные продукты, которые могут нам помочь и сопутствуют нашему как бы оздоровлению, вот про них Лена как раз и расскажет. А я сейчас расскажу, кто такие вообще на самом деле единички, почему у них возникают те или иные заболевания. Люди, рождённые 1, 10, 19 и 28 числа, — это яркие представители энергии планеты Солнца. Это самая большая планета. Как хотите называть её? Звезда, планета, без разницы. То есть это мощная энергия, которая несёт свет, которая несёт тепло, которая несёт мощную энергию. Это с одной стороны. Но с другой стороны, друзья мои, вспоминаем, что Солнышко, оно может как согреть нас своим теплом, так же оно может нас и обжечь. И вот это вот сжигание, оно происходит внутри у самого человека. То есть человек вот этой мощной солнечной энергии, он начинает сам себя выжигать. Эта мощная солнечная энергия — это есть некий эгоизм. И когда с единичками говоришь о том, что присутствует вот этот вот эгоизм, единица говорит, я абсолютно не эгоистична, я всем всё отдам, со всеми поделюсь, последнее готова подарить. На самом деле в этом и есть некий элемент эгоизма, так как единица всегда желает всем покровительствовать, всегда желает быть во всём первой. То есть это очень авторитарные люди. Это люди по своей природе лидеры, стратеги, которые видят очень далеко, и у них такой мощный взгляд в будущее. То есть они говорят, всё будет хорошо, идёмте вперёд. То есть по сути каких-то мелочей, из которых складывается наша жизнь, вот эти вот микромоменты, а единички их не замечают, когда находятся, ну давайте будем говорить языком «сюцай», когда находятся в программе «Ума». То есть когда они реально готовы идти по головам, реально готовы идти по головам, присоединяются всем, да, привет, привет, кто присоединяется. И на самом деле единицы — это всегда цари, либо королевы. То есть когда такой человек заходит куда-то в помещение, в общество, в какую-то компанию, то есть от него веет таким превосходством. То есть «Здравствуйте, я царь, поставьте, пожалуйста, мне кресло, я должна присесть или я должен присесть». Вот, и положительные качества таких людей — это, конечно же, лидерство, это инициативность, это идеализм и это покровительство. Вот, но идеализм, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, то есть человек может настолько идеализировать свою стратегию, куда он идёт, и не замечая каких-то моментов мелких таких, из чего складывается вся наша жизнь, он может попасть в просаг. И, соответственно, вот в этот самый момент за таким человеком идти на самом деле опасно, потому что единица идеализирует. Она говорит, да, бросьте вы всё, пойдёмте, всё будет хорошо. А то, что есть какие-то нюансы, ну, единица их не замечает. Ну, например, какие могут быть нюансы? Неправильное формирование тех или иных желаний в мыслях других людей, которые присутствуют в поле единицы. Например, какие-то взаимоотношения с теми или иными людьми. У единицы всегда свои законы, всегда свои порядки. Она говорит, все должны со мной советоваться, всё должно быть со мной согласовано. И как только с ней не согласовано, она начинает разрушаться. Единица начинает включать свою агрессию, начинает включать деспотизм, консерватизм и начинает проявляться эгоизм. То есть человек начинает делить людей на свой-чужой. Как только начинает это происходить, в организме человека запускаются необратимые процессы, которые влияют на те или иные системы. Организм просто начинает говорить, хозяин, помнишь, как мы в «Кораллум-клубе» говорили? Хозяин, ты делаешь… Лампочка начинает гореть. Да, хозяин, ты идёшь против своего предназначения. Ты идёшь против своей реализации. Твоё предназначение — других людей вести к успеху за счёт твоей мощной солнечной энергии. А не сжигать до тла людей, потому как они не делают так, как ты хочешь. Потому что единица — это царь. И единица всегда говорит на уровне энергии. Я хочу, чтобы все думали и делали так, как я хочу. И никак по-другому. Единицы разрушаются тогда, когда их начинают критиковать. То есть это, опять же, первые такие сигнальчики, когда начинает лететь наша психосоматика, когда начинает разрушаться потихонечку наше тело. То есть я вот сейчас просто говорю те триггеры, на которые стоит обратить внимание людям, рождённым в эти даты. И Лена даст уже рекомендации, то есть какими продуктами можно поддерживать себя. Триггерные точки этих людей, то, что их будет разрушать. Это когда люди не делают так, как они хотят. Это когда люди их не слушают и не прислушиваются к их мнению. Это когда люди начинают их критиковать, не признают их лидерство, авторитарность и превосходство. То есть единица всегда реализуется через автономный труд. То есть это люди, которым очень важно быть руководителями. Но руководители, руководители уже рознь. Есть руководитель авторитарный, который подавляет. Самодуры, да. Вот единица — это вот из области самодуров. И если, например, единица не реализовалась где-то как лидер, то есть она уходит в некое отшельничество, потому что очень самодостаточное. И, например, вы можете обратить внимание, что очень много таксистов — это люди, рождённые 1, 10, 19 и 28 числа. Потому что они ни от кого не зависят, он сам себе велосипед, он сам себе выбирает маршрут, куда ему по жизни ехать. Такая вот аналогия жизни человека с числом сознания 1. Это удивительным образом работает. Вот у меня вчера буквально был мастер-класс, я проводила с ребятами, да, и две единицы, вот, ну, женщина, рождённая 1-го числа, и женщина, рождённая 10-го числа. То есть как эгоизм по-разному работает. То есть единица с единицей, они начинают конфликтовать, когда они не понимают своей данности. Потому что одна авторитарна, и вторая авторитарна. То есть для единицы всегда очень важно, чтобы было такое предисловие, что, например, я старший руководитель, или я старший менеджер, или я старший визажист. Я вот проводила мастер-класс у девочек в салоне красоты здесь, в Анапе. И хозяйка говорит, я не знаю, что делать, вот у меня, говорит, есть девушка, рождённая 19-го числа. Я говорю, ты просто назначь её, вот просто добавь к её должности. Старший. Должность. Старший, да, да. Там ведущий визажист. Я говорю, всё, она будет тебе организовывать вот это вот состояние лидерства, то есть она закрутит команду, организует команду. Важно, чтобы было вот это вот маленькое слово. Представляете, как это включается? Да, девочки, если у вас по ходу возникают вопросы, то вы можете задавать. Мы потом к ним вернёмся, и Маша там либо по моей части, когда будут вопросы, мы вернёмся и в конце эфира ответим на ваши вопросы. И вот там в правом углу, в правом углу есть такое сердечко, нажимайте на него активно, привлекайте как можно больше людей, потому что тема реально интересная и классная. То есть и когда мы придём к этому пониманию себя, то, ну, в большом количестве людей, то есть эта информация очень нужна. Вот, поэтому давайте, не жалейте, не жадничайте. Вот. Ставьте сердечки, и мы погнали дальше. Тем более сегодня, в день 4, когда нужно отдавать максимально, прям ставьте сердечки, ставьте лайки, нажимайте на самолётик, отправляйте своим родным, близким, друзьям, кто рождён 1, 10, 19, 28, отдайте людям щедро эту информацию. Вы увидите, к вам вернётся всё в 10 раз большим результатом. Так вот, по поводу лидерства, то есть это важный такой аспект, для единицы, но когда она находится в программе ума, когда она находится в понимании уже своих вот этих триггерных точек, да, вот эти вот люди, для них важно находиться в тени и подсвечивать своим светом других людей. Но единица всегда, она вот выходит и говорит, так, здравствуйте, я царь, смотрите все на меня, да, смотрите все на меня, слушайте все меня, а если люди её не слушают, единицу, то она опять же начинает разрушаться, у неё включается эгоизм, включается вот это желание поделить людей свой-чужой, подчиняется, не подчиняется, слушает, не слушает, договаривается со мной или не договаривается со мной, согласовывает со мной действие или не согласовывает со мной действие. Это работает удивительным образом. И, соответственно, как бумеранг начинают включаться необратимые процессы в жизни этих людей. То есть это включается у нас, вот я Лене скидывала прям табличку нашу мастеров науки Сюцай, где конкретно прям выделены те моменты, которые начинают страдать у этих людей. Это желудок начинает страдать. Почему? Потому что мощная солнечная энергия и третья, четвёртая чакры, они начинают выжигаться этим солнцем. И чувствуется прям вот сжение, то есть желудок, поджелудочная железа. То есть, да, это относится и к мужчинам, и к женщинам. Да-да-да. Вот мы говорим, в принципе, обо всех людях, потому как деление на мужчину и женщину, это здесь уже, в мирском нашем теле, когда мы... Если да, мы говорим самоэнергия, то есть, а у энергии нету пола, поэтому мы же здесь вот про энергию говорим. Да. Вот, то есть начинает страдать желудочно-кишечный тракт, то есть желудок, поджелудочная железа, а начинаются проблемы кровоизлияния, то есть это сердечно-сосудистая система начинает страдать. Почему? Потому что сердечная чакра, она включает необратимый процесс, что люди не подчиняются, люди не слушают. И вот этот вот эгоизм, он начинает выедать человека изнутри. И организм начинает реагировать и давать сигналы. Вот. Поэтому нужно просто знать об этом и всегда быть во всеоружии. Что да, например, сейчас у меня мой эгоизм там зашкаливает, там люди не делают так, как я хочу. Люди не обращают на меня внимания. Вот вчера мы с девушкой разговаривали, она говорит, то есть мне сейчас, по сути, идти, например, именно туда, где меня критикуют. Я говорю, да, то есть там твоя точка роста. Если ты слышишь, что люди начинают тебе говорить, обратную связь давать, это твоя точка роста, это то, куда тебе нужно идти, прям открывать уши, закрывать рот и слушать. Потому что это твоя зона роста. Единицы не любят, когда над ними шутят. Опять же у меня была на консультации девушка, женщина, которая, она говорит, слушай, ну это реально. Она говорит, я захожу, когда в компанию, я сразу, говорит, говорю, со мной шутки плохи. То есть она пошутить может над кем-то, а над ней пошутить нельзя, потому что она царица. Да, понимаете? А если кто-то начинает над единичкой шутить где-то в компании, не дай бог, это мужчина, какой-нибудь там уже имеющий определенную должность, статус, то есть это моментально начнет разрушать человека. Это просто вот эгоизм начнет зашкаливать, соответственно, желудок, да, вот желчный вот этот вот сок, он начнет выделяться. То есть человек начнет себя поедать, и всех вокруг. Да, вот пишет. А что-то про моего мужа. Вот. То есть этим людям нужно научиться и понять, что их предназначение — это стать причиной успеха других людей, не деля на свой, чужой, подчиняется, не подчиняется. И тогда, когда человек идёт в реализацию, он получает удовольствие от каждого своего действия, он кайфует, он видит, как другие люди растут, и за счёт этого он растёт сам. Его энергия становится тёплой, она становится ласковой, нежной, солнечной. И в руках людей с числом сознания 1 находится мощная энергия, с помощью которой они могут даже лечить людей. В особенности это если женщина, например, рождённая 1, 10, 19, 28, от неё рождаются детки, которые могут развивать в себе способности лечить других людей руками. Представляете? У меня аж мурашки. Да, вот такие вот удивительные вещи. Я вчера была на встрече с мужчиной, с Новороссийска, с Энвером. Он тоже мастер науки Сюцай. Вот он единичка. И он руками, ну как бы поднимал мою энергию. Вот эту женскую сексуальную энергию. Да, и я... Вот он как бы руки прикладывает, говорю, у меня тоже мурашки потело. Он руки прикладывает. Ну что значит единица? Он их потёр-потёр-потёр, приложил прям вот огонь, прям вот солнечное такое тепло. Вот ну неимоверные какие-то ощущения. Я потом, я говорю, у меня кружится голова. То есть вот настолько работает, когда человек открывает в себе эти способности, а не уходит в эгоизм. Когда единичка спускается с этого трона, засуча рукава и говорит, так, друзья, я готова идти в реализацию и становиться причиной вашего успеха, а не за счёт вас себя вести к успеху. И вести свои звёздности. Да, да, да. Вот, потому что дальше мы будем разбирать. Вот каждый день приходите на наш эфир, вам будет становиться всё более понятно, о чём мы говорим. Вы прям кайфанёте от той информации, которую получите. Да, и оставайтесь сегодня до конца эфира, потому что мы с Машей приготовили подарки. Вот, в конце мы озвучим про подарки. От меня, от Марии будут подарки. Поэтому за сердечки отдельное спасибо. Рассылайте и можете также самолётиком отправлять своим друзьям, знакомым, кому бы это тоже было интересно, потому что в конце все будут ждать подарки. Вот, а подарочки-то мы все любим. Не знаю, как так. Маша-то знает все числа сознания? Ну, мне кажется, что все любят подарочки. Да, вы к нам присоединяйтесь, дарите нам сердечки, дарите. В первую очередь вы сердечки дарите себе. То есть это ваша щедрость, это открывается сердечная чакра, и вы начинаете щедро делиться этой информацией с другими людьми. Леночка, ну вот, как бы я кратко так рассказала про основные, скажем так, триггерные точки этих людей, то есть на что им стоит обратить внимание. Это вот, ну, желудочно-пишечный тракт, сердечно-сосудистая система, ну, сердце, проблемы ума, да, то есть это вот, ну, как бы закупорка сосудов головного мозга. Поэтому, как мы через призму именно концепции здоровья можем этим людям дать рекомендации? Потому что, смотрите, вот таблетки – это таблетки, да, то есть это уже как бы следствие, мы там начинаем уже устранять следствие, то есть не разбираясь в причинах. Почему биологически активные добавки очень важны и нужны в нашей жизни? Потому что каждое растение, оно определенным образом имеет тоже энергию и встраивается в нашу ДНК, встраивается в нашу энергию. Но когда мы пьем хаотично, не понимая, зачем и почему, то, соответственно, у нас нет результатов. И мы потом говорим, блин, ваши добавки не работают, там, ваша там травка люцерна, ее пей хоть за пейся, и ничего от нее не получается. Но когда мы понимаем, на что нам нужно направить, и как нам нужно принимать, и что нам нужно принимать, чем подкармливать свой организм, да, чем поддерживать нашу энергию, ребят, тогда у нас результаты будут бомбические. Елена сейчас нам... Да, спасибо, Машуль, прям... Я думаю, что еще и у девчонок там, кто там у нас, мальчишки, кто у нас в Ухире, будут вопросы, поэтому вы пока пишите, пишите ваши вопросы. Вот, знаешь, как это... Вот на планете у нас 260 тысяч диагнозов, да, то есть мы здесь не про диагнозы, мы конкретно про каждого человека, да, потому что мы все индивидуальны, у каждого своя энергия, как вы уже поняли, да, у каждого свои, как вот эти пути разрушения и пути восстановления. И я всегда топила и буду топить за системность, да, то есть я была в разных областях, да, то есть развивалась в разных областях, и в сфере красоты, и в сфере онлайн, и в сфере здоровья, да, то есть везде будет работать система, да, то есть если мы говорим про систему, да, то есть одно направление Мария рассказала, сказала, да, то есть это поработать с тем, что вас разрушает, да, то есть ваши программы ума, которые разрушают, и перенаправить себя в другое русло. И здесь важно дать именно, вот я не люблю там, вот это слово, там, бады, там, это вот реально для меня это корректоры питания, потому что это еда. То есть это то, что растёт в природе, это то, что кушали всегда, веками наши бабушки, бабушки, там, не знаю, прапрапрабабушки, да, собирали травки-муравки, ту же паразитарку нам всегда делали травками-муравками, да, вот у меня бабушка в всяком случае она всё знала, да, то есть чего, чего, кого, то есть и всегда, то есть какой-то вот в организм наш детский, то есть мне давала. И поэтому, ну, мы ушли с годами, то есть со временем мы ушли от природы и пошли непонятно куда, да, то есть в синтетику, в химию, в заволшебной пилюлей, не хотим понимать, что организм это целостная система, да, то есть все 12 систем организма взаимосвязаны друг с другом, и это важно, я это обозначаю, и, наверное, на каждом эфире буду обозначать, потому что у нас разные будут зрители, разные числа сознания, и вот, понимаете, важно осознанность, да, то есть осознанный подход к себе, к своему телу, потому что у нас ресурсы, блин, на 112 лет, потому что у нас мы можем много чего сделать, да, то есть мы прожили треть жизни только всего, и когда мы правильно к себе подходим, с правильными инструментами, то у нас еще большой-большой запас находится. И, к примеру, да, то есть к примеру, например, то есть вы просто вдумайтесь, из-за нехватки кальция в организме до 200 заболеваний формируются, и это только кальций, а сколько мы всего не доедаем, это, знаешь, у меня так, я смеялась всегда, то есть, ну, мы же, ну, помнишь же, мы в Тополево, да, живем, то есть у нас рядом аэропорт, то есть вот это вот все, и у нас очень много дач, то есть вокруг, то есть такой вот прям дачный вот поселок, да, скажем так, и мне все говорят, ой, да я с дачи кушаю, у меня же вот на даче все растет, я вот травки, там, там, огурчики, помидорчики, я говорю, ты уверена, что ты на своей даче получаешь полезное? Мы живем в районе аэропорта, аэропорт это скопище тяжелых металлов, и, соответственно, все твои овощи, фрукты, они напитаны тяжелыми металлами, да, то есть вот эти, вот эти маленькие вещи важно понимать. И если мы говорим про число сознания один и вообще про все числа сознания, то вот систему в себе в голове просто важно проложить. Напои, почисти, накорми, защити. То есть мы идем по концептуальному подходу. Если мы говорим про путь первый, второй и третий, он для всех един, да, то есть напоить правильно щелочной водой, да, то есть обеспечить себе щелочную среду, соответственно, здесь будут уже работа идти с кровеносной системой у нас, да, потому что наша кровеносная система будет снабжаться кислородом, который нам нужен для того, чтобы мы дышали, активно чувствовали себя, прочищали свой ум, да, то есть потому что в щелочной среде у нас правильные мысли формируются, а не кислые, какие-то там больные, вот, то есть напоить, важно себя напоить обязательно, вот про это все, да, сколько пить, какой воды, какое то, то есть это все, то есть это все, ребят, в личку, то есть здесь я подробно не буду рассказывать, почисти, всегда, то есть я уже упомянула, с детства, с веками бабушки знали, чеснок, тыквенные семечки, горькие травы, то есть мы все время кого-то должны гонять периодически, два-три раза в год, потому что, знаете, исходя из колоний, да, то есть, например, колония паразитов или колония грибов, то это не они в нас живут, это мы в их среде живем, потому что нас гораздо меньше, чем их, и поэтому нам важно понимать, кто это такие и как с ними жить комфортно, потому что, в принципе, ну, невозможно себя вычистить, там на 100%, то есть, потому что мы всегда... Это не нужно согласить? Конечно, конечно, иммунитет должен формироваться в нашем организме, наш организм способен к этому, поэтому почистить, мы должны это делать регулярно, чем, когда, как, сколько, и если мы говорим про число сознания 1, то для них это крайне важно, да, потому что желудок и вообще все, что связано с желудочно-кишечным трактом, это слабая зона, здесь здоровый кишечник, здесь программы детокс, то есть, здесь всегда ферменты растительного происхождения должны присутствовать, это все должно быть в рационе, да, то есть, это рацион питания, это коррекция питания, это не то, что мы там вот сегодня выпили, результат получили, а завтра забыли, вы куш... мы кушаем каждый день, и коррекция питания должна в нашем рационе присутствовать каждый день, это называется код клетки, это вот третий этап на корме, он уже индивидуальный для каждого числа сознания, да, потому что важно, например, там для сердца, да, определенные нутриенты себя добавить, у нас есть классная программа Mental Force, блин, вы купили коробочку, и не заморачивайтесь, что к чему, там все написано, сколько, сразу в день, какую пилюльку выпить, чем запить, как говорится, но это важно делать на чистые среды, чтобы организм это все впитывал, то есть чтобы клеточки это все впитывали в себя, вот, поэтому, то есть на паих, почисти, защити, эти этапы для всех будут одинаковыми, да, то есть потому что мы должны себя защитить от свободных радикалов, от электромагнитных излучений, от влияния каких-то вот этих вредных павов, да, то есть все, что там мы чистим, чем мы убираем дом, немножко отвлекусь, мне как-то спросили на днях, типа, расскажи результат, типа, ну вот как ты понимаешь, порошок хороший или плохой порошок, да, то есть, ну вот, важно же, чем мы стираем белье, да, стирание порошок, я говорю, у меня была ситуация, то есть мы же, ну, у нас же в коралловом клубе есть, то есть и порошок, и отбеливатель, то есть все натуральное, ну вот, это определенная наша защита, мы же, ну, одежду носим, спим, да, то есть важно себя защищать, и закончился у меня порошок, что-то там были какие-то перебои, то есть там вот это вот все, и я купила обычный в магазине, постирала, одеваю свою рубашонку, и у меня вот все тело, то есть, ну, оно же у меня чистится, пьет воду, да, то есть программа очистки проходит, и у меня все тело, вот где рубашка находилась, стало как током простреливать, я такая, я себя сдираю, муж не понял, я посреди квартиры стою, вот это себя сдираю, у меня такой зуд начался, вообще, то есть я такая, блин, то есть пошла сразу, порошок выкинула, давай искать, то есть чем можно перестирать, то есть, ну, для начала просто все попереполоскала на несколько раз, поэтому это все на нас оказывает большое-большое влияние, поэтому подрезюмируем, люди с числом сознания один на желудок, то есть это программа детокс, детокс плюс, это здоровый кишечник, это mental force у нас для сердца, для желчи, это обязательно лицетин, но он всегда есть у нас в программе детокс, это фан-детокс, обязательно для желчи должен присутствовать, и там уже, ребят, индивидуально с каждым, то есть у кого есть друзья, то есть числом сознания один, вы можете поделиться прямым эфиром, с каждым поработаем, каждым подберем, каждым расскажем, что, кого, как, в какое время, потому что есть маленькие нюансы, например, я число сознания два, и когда Маша мне сказала, что ты прям, ты обязана пить, блин, даже сверх нормы воды, да, то есть это моя история, то есть я водный человек, то есть не важно пить воду, и все корректоры питания я должна пить, разводя в воде, тогда они мне приносят максимальную пользу, и вот эти вещи тоже важно понимать, то есть Маша про это, как говорится, индивидуально с каждым поработаем, и расскажем, то есть преимущество нашей такой команды, да, скажем так, потому что мы заходим с разных сторон, не просто возьмите баночку, не просто возьмите пилюльку попейте, потому что это не поможет, нужно подходить комплексно, системно с разных сторон, то есть мои девчонки в команде, они уже ощутили, Маш, у нас уже сегодня были первые результаты, потому что у меня партнер, собиралась идти к психологу, что-то с ней не то происходило, я говорю, сейчас я тебе все расскажу, у нас же есть весь расклад по тебе, все, в 40 минут разговора, она говорит, девочки, вы сэкономили мне 3000 бюджета семейного, вот, я такое счастье, да, то есть она у меня полетела, счастливая, мир украшает, то есть поэтому, вот эти, казалось бы, вещи, на которые мы не обращаем внимания, они важны, и на сегодняшний день, мир информационный, вы можете найти своего куратора, своего наставника, в нашем лице, хотите, не знаю, в другом лице, но мы предлагаем в нашем лице, да, важно, чтобы мы все совпадали по, как говорится, нашим интересам, и в этом наша ценность, да, будет, поэтому у нас есть определенная с нашей миссией, поэтому мы запланировали серию прямых эфиров, мы будем рассказывать про каждое число сознания, про каждый продукт, да, то есть корректор питания, который необходим, но более подробно, вы же сами понимаете, то есть в эфире мы не расскажем, то есть вот так вот, все точечно-точечно, более подробно, вы можете обратиться к нам, постучаться в личку, да, то есть сейчас подписаться, постучаться в личку, что хотите, какие более подробные вещи хотите для себя узнать, по корректору, ну, по коррекции питания, на какие системы организма обратить внимание, плюс у вас есть ваши близкие, друзья, то есть те люди, которых вы любите, да, и которым мы тоже иногда хотим сделать добро, да, вот, ну, особенно, то есть дети, да, то есть, ну, дети, мы обязаны про них многое знать, да, то есть все знать про детей, потому что детки растут в нашем поле, и мы, как осознанные родители, должны за этим блюдить, вот, поэтому... Дети, это вообще отдельная тема, да, Еленочка, тебя перебью, дети, это вообще отдельная тема, когда мы начинаем говорить действительно по сути, вот как девушка пишет, давайте по сути говорите уже, да, мы по сути уже много чего сказали, посмотрите, эфир сначала, люди рожденные, смотрите, 1, 10, 19, 28, то есть они обладают неким деспотизмом, соответственно, это же ребенок рождает, 1, 10, 19 и 28, то есть есть определенные моменты в воспитании этих детей, но мы говорим слово воспитание, на самом деле воспитание, мы никого не имеем права воспитывать, то есть мы можем лишь наблюдать и давать возможность ребенку вырасти в той энергии, в которой он родился, мы можем с тобой, Лена, потом после наших этих эфиров провести еще тему прямого эфира по детскому предназначению, по детскому. Да, я думаю, что это тоже будет. То есть это вообще такая отдельная, очень глубокая тема, и как правило, вот из консультации я смотрю, то есть дети приходят в наши семьи, они приходят не случайно, с противоборствующими энергиями, для того, чтобы родитель мог встряхнуться, проснуться, пробудиться, открыть свои глаза и начать жить в рамках своего предназначения, а не воспитывать ребенка и пытаться изменить его мышление, пытаться изменить его энергию, кого-то поменять. Важно научиться понимать себя и понять, что другой человек, он от слова «другой», мы все другие. Вот. И вот ты начала говорить про продукты, это прям вообще такая, знаешь, тема, она такая, как по острию ножа, то есть люди начинают сразу же включать сопротивление в плане того, что, блин, ну это же деньги нужны на это, на всё. Ну то есть, когда человек начинает понимать и осознавать, что когда мы гоняемся за деньгами и откладываем своё здоровье, свой успех, своё понимание себя, своё предназначение, свою реализацию, но потом мы гонимся за деньгами в надежде на то, что заработав, мы вернёмся туда в завтрашний день, в завтрашний день мы никогда не вернёмся, то начинают деньги убегать от нас. Сейчас мы с Леной пытаемся вам донести, что наш концепт наших прямых эфиров, наш посыл таков, что мы вас хотим научить гоняться за энергией. Как только человек начинает поворачивать себя в сторону энергии и понимать, что он есть энергией, нужно гоняться именно за этим, нужно заниматься своим здоровьем, своим физическим телом, своей психосоматикой, быть в дисциплине ума, содержать своё тело в дисциплине. Друзья, поверьте, деньги начнут гоняться за вами, и тогда у вас хватит и на пилюльки, и на водичку, и на фитнес, и на шмитнес, и на всё, что вы хотите. Но у нас ум наш устроен таким образом, он живёт прошлым опытом, и он говорит, так, нет, подожди, вначале надо заработать, а потом не получится, ребят, пространство не обманешь, энергию не обманешь, она не возьмётся из ниоткуда, она должна циркулировать. И наш посыл вот с Леной как раз об этом. То есть я даю понимание через призму даты рождения, а Лена даёт понимание через концепцию здоровья именно продуктов питания. Вот, поэтому всё, что мы говорим, это та суть, которую нужно сейчас просто уловить, может быть, переслушать ещё раз прямой эфир, может быть, ещё и ещё, потому что у каждого числа сознания в определённый момент, когда даётся та или иная информация, включается, знаете, такое поле, белый туман. То есть вот здесь слышу, 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 потом раз, выключила человека, и он не слышит. Всё, потому как скорость восприятия информации у каждого своя, уровень вибрации у каждого свой, поэтому мы всегда говорим, переслушивайте эфиры, пересматривайте эти эфиры, ловите каждое слово, пропускайте через себя, пропускайте через своё сознание, через призму своих энергий, и вы увидите, сколько полезностей мы стараемся дать вам, ну вот абсолютно безвозмездно, ещё и подарков вам дадим сегодня в конце, прям подарочки такие. Да, подарочки. Ну, в принципе, девчонки, мальчишки, у кого есть вопросы, вы можете сейчас задавать, вот, обозначить, то есть если, допустим, тот вопрос, который у вас есть, и вы стесняетесь сейчас написать, то пишите в личку, да, то есть либо мне, либо Марии, в директ, заходите, пишите, задавайте, уже пообщаемся лично, то есть я люблю созвониться и пообщаться уже, как говорится, в развернутом формате, потому что мы здесь всё-таки такие основные, базовые вещи обозначили, и будем сейчас, я думаю, уже финалить, да, то есть наш эфир, скажем, потому что завтра в это же время мы выходим уже с темой число сознания 2, это люди, рождённые 2, 20, 11 и 29 числа, вот, 20, 11, 29 число, поэтому приходите, сами приглашайте ваших друзей на эти прямые эфиры, а сейчас, когда мы закончим, я надеюсь, что Инстаграм сохранит наш прямой эфир, такой полезнячий, и всем участникам, кто онлайн находится, и кто оффлайн, оффлайн, кто в записи потом будет смотреть, вы в сторис делитесь этим прямым эфиром, обозначайте наши аккаунты, Мария и мой, я напишу, то есть как вам быстро найти наши аккаунты, и мы будем дарить подарки, от меня я отправлю пробник коктейля красоты по почте, либо если мы находимся в Хабаровске территориально, лично в руки вам вручу этот пробник, а от Марии подарок какой будет? От меня, дорогие друзья, я сделаю вам тоже удивительный бомбический подарок на август месяц по вашей дате рождения, я сделаю вам личный календарь, календарь вот ваших личных дней на август месяц, и расскажу, как им пользоваться, то есть сделаю описание, вы увидите, как это работает, кайфанёте, и будете всегда потом жить в ногу со временем, и стараться придерживаться тех благостных дней, они у нас все, в принципе, благостные, которые будут происходить в вашей жизни, поэтому пользуйтесь этим моментом, поделитесь нашим прямым эфиром, проявите сегодня щедрость, доброту, дайте пользу другим людям, создайте возможности для других людей в их поле. Да, только самое важное обозначьте аккаунты, когда в сторис будете выставлять, чтобы мы увидели отметки, потому что мы не увидим отметки, и вы можете остаться без подарка, поэтому, чтобы мы увидели, отметьте аккаунты, и уже тогда сможете получить от Марии календарь на август месяц, от меня пробник коктейля красоты. Коктейля красоты, ну вообще прям. Такой будет коктейль, мистический коктейль, мистический коктейль красоты, здоровья, и шагать в ногу со временем. Вот, вот, вот. Ну и что, вопросов нету, да, нету, сейчас я пролезну, посмотрела, но вроде бы не было вопросов. Девчонки, всем спасибо, кто был с нами на эфире, Машуль, тебе спасибо, встречаемся завтра в это же время. Вот, и будем говорить уже про число сознания 2. Да, всем пока, всех люблю, и солнечная Анапу, всем привет. Я поехала за персиками. Везет тебе. Давай, пока-пока. Всем пока-пока.